МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Городская среда». Сегодня в студию мы пригласили начальника филиала по Альметьевскому району Управления Федеральной службы исполнения наказаний по республике Татарстан. У нас в студии Зульфера Талгатовна Батыршина. Здравствуйте, Зульфера Талгатовна. Здравствуйте. Будем говорить, хотелось поговорить о работе исправительных, уголовно-исполнительных инспекций, о том, как осуществляется контроль за лицами, которые стоят у вас на учете. Да. Это альтернативное лишение свободы вида наказания, которое активно применяется в современном мире. Это исправительные работы, обязательные работы, запрет занимать лицом определенной должности, либо заниматься определенным видом деятельности. Также есть ограничение свободы, условное осуждение, отсрочка отбывания наказания, это осужденные, у которых есть несовершеннолетние дети, которым еще не достигли 14 лет. Также есть отсрочка отбывания наказания на основании статьи 82 Прим. 1 УК РФ. Это осужденные, которые признаны больными наркоманией, которым судом возложена срочка отбывания наказания до тех пор, пока они не пройдут курс лечения и реабилитации от наркомании. То есть, Зульфера Талгатовна, у вас на учете лица, которые осуждены, но их наказание не связано с лишением свободы. Совершенно верно. Альтернативные наказания. И сколько граждан в Альметьевске проходят альтернативные наказания? На территории Альметьевского муниципального района Республики Татарстан функционирует один филиал. Это наш филиал, филиал по Альметьевскому району, Федеральное казенное учреждение уголовно-исполнительной инспекции, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан. За 9 месяцев 2020 года по учетам инспекции прошло 837 осужденных без изоляции от общества, из них которые 11 несовершеннолетних, и 21 подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых принято решение в виде домашнего ареста. По состоянию на 1 октября, что у нас состоит на учете 513 осужденных, из них 7 несовершеннолетних, и 12 человек находятся под домашним арестом. Если сравнивать с теми гражданами, кто находится в исправительных колониях, подвергаются альтернативным наказаниям меньше или больше граждан? Точную статистику я не могу, конечно, сказать, потому что в современном мире суд у нас стал более гуманным, поэтому я считаю, что эту информацию вам, наверное, предоставит Управление Федеральной службы исполнения наказаний уже в Республике Татарстан. В первую очередь у меня складывается такое впечатление, что об инспекциях знают за счет домашних арестов. Каково число подвергнутых домашнему аресту в Альметьевском районе? Оно растет или уменьшается? Какая тенденция? По учетам этого года у нас прошло 21 подозреваемых и обвиняемых, которые судом принято решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Да, оно растет. В прошлом году, если у нас по учетам прошло 11 всего человек, то в этом году 21 человек. Я слышала, что такая мера домашнего ареста, она больше характерна для крупных городов. Так ли это или нет на самом деле? Ну, это мера пресечения характерна не только для больших городов, она также используется и для маленьких городов. У нас ведь есть она. В чем заключается за верталкой? То есть вот человека осудили, домашний арест? Нет, это мера пресечения. Человек еще пока не осудили. Человек еще только подозреваемый и обвиняемый. Это мера пресечения. Если вы слышали, есть мера пресечения в виде подписки о невыезде, заключения под стражей. Человек еще только подозревается или обвиняется. Поэтому это мера пресечения. Для тех, кто не в курсе, как проходит домашний арест? Что нельзя, что можно? Судом избирается мера пресечения в виде домашнего ареста. Он должен все это время находиться дома, он не должен не покидать свое жилище, не общаться с фигурантами уголовного дела, не использовать интернетом, не пользоваться телефоном. Ну и в принципе все. И заключается в том, что Федеральная служба исполнения наказаний филиал Пальмейского района осуществляет доставку этого подозреваемого обвиняемого в суды, в органы, в следствие. В прокуратуру, ну и в другие учреждения. Есть какие-то исключения, причины, по которым может человек выходить из дома? Это все устанавливается судом. Все индивидуально? Все судом, да. Ему могут также разрешить прогулки в определенное время, с разрешением следователя из суда осуществлять, ходить на прием к врачу. Сколько может длиться, продолжаться такая мера пресечения, как домашний арест? Тут есть какие-то? Здесь таких критерий нету. Если преступление не тяжкое, то оно как бы с права быстро расследуется. Если уже преступление будет тяжкое, то, конечно, долго. В этот момент человек может, если у него семья, получается, у него домашний арест с домочадцами проходит? Ну да, конечно. Домочадцы живут в обычном режиме? А, конечно. Этот человек не выходит из дома? Нет. В прошлом году, Зульфира Талгатова, насколько известно, у нее уголовно-исполнительные инспекции отметили столетие. Вот можно ли сейчас, можете ли вы рассказать, с чего все начиналось? То есть, какой была система, к примеру, сто лет назад? Если мы немножко так исторически... Ну, в российском государстве уголовно-исполнительные инспекции прошли длинный и сложный исторический путь циркуляром Народного комиссариата юстиции РСФСР от 7 мая 1919 года при губернских областных отделах юстиции впервые в истории уголовно-исполнительной системы было создано Бюро принудительных работ, как учреждение, исполняющее наказание, не связанное с лишением свободы. Да, мы в прошлом году отметили столетие. Правда ли, что принудительные работы – это один из первых видов наказания? Ну да, как я уже сказала, что было впервые на базе уголовно-исполнительной системы было создано Бюро именно принудительных работ. В Альметьевском районе у нас есть граждане, которым назначена принудительная работа? В Альметьевском районе и нет. На территории Республики Татарстан есть один исправительный центр, который находится в городе Казани, и осужденные к принудительным работам отбывают наказание там. Чем занимаются? Какие это направления работы? Что могут в себя включать? Что это принудительная работа? Это осужденные, они просто выезжают куда-то на работу утром, вечером их привозят, и все. Они просто там проживают. Они изолированы от родственников и от общества, так скажем. Леонид Альметьев, в течение последних 15 лет вводились новые виды наказания. Что относится к последним, наверное? Что в последние годы, так сказать, новинки? И как развивается их применение? В последние годы стали применять новые виды наказаний. Это исполнения, которых возложили на уголовно-исполнительные инспекции. Это ограничение свободы, отсрочка отбывания наказания осужденным признанным в больных наркомании в соответствии со статьей 72 прем. 1 УК РФ. А также новые меры пресечения. Это в виде запрета совершать определенные действия, домашний арест и залог. Домашний арест и залог? Домашний арест не было. Нашим подозреваемым, обвиняемым эта мера не принималась. Но домашний арест применяется актуально. Вы уже говорили, сколько сейчас находится на домашнем аресте? По учетам 2020 года, по учетам у нас прошло 21 человек. В настоящее время у нас 12 человек, которые находятся под домашним арестом. Получается, сотрудники инспекции выезжают и как часто приходится к людям, которые находятся на домашнем аресте, выезжать по каким-либо причинам? Получается, доставить в суд или что-то какие-то другие могут быть поводы? Уголовно-исполнительная инспекция при своей работе использует инструкции, приказы, соответствующие методические рекомендации. В настоящее время в инспекции контролируют ограничение свободы и домашний арест. Мы в отношении подозреваемых, обвиняем, которые избраны меры пресечения домашнего ареста, которые нам помогают, контролируют. Мы используем системы электронного мониторинга подконтрольных лиц, сокращенно это СЭМПЛ. К ним применяются контрольные устройства, подозреваемые, обвиняемые, которые находятся под домашним арестом. Это мобильные контрольные устройства и стационарные контрольные устройства вместе с электронным браслетом. Данное контрольное устройство помогает своевременно отслеживать соблюдением ими возложенных ограничений и запретов и выявлять нарушения. Мобильные стационарные контрольные устройства? Да. Они применяются в комплексе или могут либо... Это либо стационарное контрольное устройство плюс браслет, либо мобильное контрольное устройство плюс браслет. А как это выглядит? Как работает? Ну, браслет, это определенный браслет уж с датчиком, так скажем, с чипом, который одевается либо на руки, либо на ноги. Ну и, соответственно, к нему оборудование, которое между собой взаимодействует. В случае ухода осужденного на определенное расстояние появляется сигнал, что осужденный либо покинул помещение, либо вернулся с прогулки не вовремя, либо он нарушил какие-то запреты. Где-то отображается, это у вас отображается... Да, все это у нас есть в кабинете, в рабочем кабинете есть компьютер, есть монитор, в котором установлена определенная программа, которая помогает инспекторам контролировать. Часто так случается, вот если инспектор наблюдает, контролирует за находящимся на домашнем аресте? Ну, ошибки выявляются, бывают ошибки, но они своевременно устраняются. Ошибки это... Ну, это если он не вовремя вернулся с прогулки, допустим, или покинул помещение. Все это, как бы, все это согласовано, и все это устраняется. Как поступают, какие действия по инструкции в данный момент у инспектора? Допустим, человек... Он осуществляет звонок на мобильный телефон человеку под домашним арестом, ну, выясняет причину, почему, как бы, произошла ошибка. Ну, как правило, это бывает техническая ошибка, так скажем, но пара в связи, сами знаете, у нас же тоже телефоны зависают и не берут связи, нет, это обычная техническая ошибка бывает. Интересно, Зульфера Толгатна, хотелось бы вот об этом еще спросить вас, продолжить, но нужно прерваться на короткую рекламу через несколько минут встретимся снова в студии. Зульфера Толгатна Батыршина Вот продолжаем нашу с вами беседу на тем того, как ведется контроль за лицами, которые стоят на учете инспекции. Сталкивалось с такими данными, что половина осужденных, это условно осужденные, да. И некоторые юристы, сталкиваясь с таким мнением, считают, что это такой некоторый вариант упрощенки. Да, за 9 месяцев 2020 года по учетам инспекции прошло условно осужденных 369 человек, из них 10 несовершеннолетних. Это что составляет 43% от всех прошедших по учету осужденных. Не все их всегда можно отправлять в места лишения свободы, ну, так скажем, за преступление небольшой тяжести, либо впервые осужденных. Суд дает возможность человеку исправиться и встать на путь исправления. Осужденным, которые доказали своим поведением пример исправления, суд по представлению инспекции, может по истечению половины срока отменить условно осуждение со снятием судимости. Вы сказали про несовершеннолетних. Несовершеннолетние тоже есть у вас на учете? Да, к сожалению, у нас на учете состоят несовершеннолетние условно осужденные, которые совершили преступление небольшой тяжести, ну, так скажем, за кражи, угон транспортного средства. С ними проводится определенная индивидуальная работа, так ты понимаешь, что это определенный контингент. Мы взаимодействуем со всеми субъектами профилактики. Это управление образованием, управление культурой, спорта, управление по делам детей и молодежи, органы социальной защиты, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, ну и отдел МВД в России, это отдел по делам несовершеннолетних. А к несовершеннолетним, к детям, к подросткам, какие меры принимаются, меры по течению? Ну, это в основном у нас условно осужденные, они определенный срок стоят у нас на учете, им суд как бы дал испытательный срок, чтобы они в течение этого периода доказали своим поведением свое исправление. Поэтому мы этот условный срок, весь этот период, они состоят у нас на учете, и мы с ними тесно работаем, либо он по истечению половины срока, испытательный срок он у нас освобождается со снятием судимости. Но если он не встал на путь исправления, то суд по представлению уголовно-исполнительной инспекции могут направить места лишения свободы. Как может он продемонстрировать, доказать, что исправляется, встает на путь исправления? Этот несовершеннолетний должен, так скажем, учиться, либо работать, должен быть занятым, регулярно являться в уголовно-исполнительную инспекцию, исполнять возложенные судом обязанности, это такие, как являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, не изменять своего постоянного места жительства, не изменять место работы, учебы. Если он выполняет все эти условия, суд, если сочтет его исправившим, то может по представлению уголовно-исполнительной инспекции освободить его от оставшегося наказания. А часто ли, случается ли, что отменяется условное осуждение среди несовершеннолетних, среди взрослого населения? Да, в этом году был такой случай, несовершеннолетний, у него была обязанность не пропускать учебные занятия в школе, но несовершеннолетний не посещал школу, не хотел учиться в дальнейшем. Но это не одно из наказаний, это уже было у него из последних. На него уже неоднократно выходили в суд, возлагали и дополнительные обязанности, и продляли испытательный срок, но он на путь исправления не встал, ну и вынуждены были направить материал в суд для отмены условного осуждения и исполнения наказания, назначенного приговором суда. В марте месяце отправили его в место лишения свободы на 6 месяцев. Также в этом году такой, скажем, был случай, что женщина, девушка, не исполнила возложенную судом обязанность это пройти курс лечения от наркомании, и по представлению уголовно-исполнительной инспекции Альметьевский городской суд отправил ее в место лишения свободы на 3 года. А раньше с положенного срока могут снять условное осуждение? Совершенно верно. Если бы прошла одна половина, одна вторая часть срока прошла, то условно осужденные, доказавши своим поведением, свое исправление, могут освободиться от наказания. А применяется ли, Альметьевская, срочка наказания? Есть такое понятие? Срочка наказания применяется, она бывает двух видов, как бы, осрочка в отношении женщин и мужчин, имеющих несовершеннолетних детей, до достижения ребенка 14-летнего возраста. Да, такие у нас есть, по учетам у нас прошло 7 человек, ну, один из них мужчина был. Также есть осрочка отбывания наказания, это осужденные, признанные в установленном порядке больными наркоманией, но таких у нас по учетам не прошло. Таких у нас не было. Анна Слифер, вы привели пример с осужденной, которая отказалась пройти лечение от наркомании. Совершенно верно. Действительно или правда ли, что в последние годы инспекциям добавился еще и контроль за больными наркоманией? Да, совершенно верно, да, уголовно-исполнительные инспекции. Условно осужденным судом возлагается обязанность пройти не только курс лечения, но и реабилитации, и дальнейшее наблюдение у врача-нарколога. Условно-исполнительная инспекция осуществляет контроль. Мы в тесном взаимодействии с Альмическим наркологическим центром, с Бугульминским наркологическим центром, а также наркологическими центрами города Казани, набережной Челны. Осужденные проходят курс лечения, проходят реабилитацию. Курс лечения, как правило, до трех недель, а реабилитация до шести месяцев. А здесь как вы отслеживаете? Мы направляем запросы, нам приходят ответы с наркологическим диспансером, что они действительно проходят курс лечения, что да, они действительно были у врача. Выполняют ли они дальнейшие рекомендации, придерживаются ли они. Так скажем, медицинских назначений, которым назначили, медицинских рекомендаций. Если не выполняет человек, как поступает инспектор? Как с ним? Какой порядок работы с ним в дальнейшем? Что это? Общение, беседы, призывать его? Одним из основных направлений деятельности филиала является профилактика правонарушений и совершение новых преступлений. В первую очередь мы контролируем обязанности, возложенные судом при вынесении приговора. Являться на регистрацию в уголовную исполнительную инспекцию, не менять место жительства, место работы. Также есть возместить ущерб, причиненный преступлением. Также пройти курс лечения, реабилитации от алкоголизма, наркомания. Также ночные ограничения бывают. Это находиться дома с 9, с 10, с 11 часов вечера до 6 часов утра. Не посещать также определенные места. Это места массового культурного мероприятий. Также не посещать места распития спиртных напитков. Бывают и такие обязанности. Мы их проверяем по месту жительства, проверяем по месту работы, путем направления запросов в организации, медицинские учреждения. Осужденным к исправ работам оказываем помощь также в трудоустройстве. На осужденных же не исполнявших обязанности и ограничения, возложенных судом, нарушавших общественный порядок, суд по представлению инспекции возлагает дополнительные обязанности, либо продлевает испытательный срок. Так, за 9 месяцев мы возложили и дополнили дополнительные обязанности в отношении 29 осужденных и продлили испытательный срок в отношении 35 осужденных. И крайней мере считается мера – это отмена условного осуждения и исполнение наказания, назначенное приговором суда. И замена наказания в случае злостного уклонения от него. В этом году суд по представлению инспекции направил в место лишения свободы 25 человек. Хотелось как раз задать вопрос, часто ли наказание заменяется на более тяжкие и наоборот происходит? 25. Часто ли, вот есть у меня еще такой вопрос, Зульфера Талгатова, часто ли совершают побеги? Да, побеги совершают из учреждений закрытого типа, а так скажем, у нас осужденные скрываются от контроля. Как становится только известно, что осужденный скрывается от контроля, инспекция проводит первоначальные разыскные мероприятия. Это методом направления запросов в медицинские учреждения, в отдел полиции, в автовокзалы города, также в отделы спецучета. Ну, не находится случайно наш осужденный, не лежит ли он в больнице, не умер ли он, как бы не находятся ли он в спецприемнике. Если в этот период местонахождения условно осужденного или вообще осужденного не установлено, то инспекция, весь проведенный первоначальный разыскной материал, направляет в отдел розыска УФСИН России, Республики Татарстан, где он объявляется в розыск. В этом году у нас было объявлено 7 осужденных в розыск, было объявлено 7 осужденных, 9 осужденных было задержано, из них четверо были объявлены уже в прошлом году. Удается найти? Да, у нас ежемесячно проводится операция розыск, где мы проверяем адреса, места, где они могут находиться. И где находятся, как показывает практика? Ну, они могут быть везде. Бывает, что их находят и в другой республике, и в другом городе. Ну, уезжают на заработки в какие-нибудь другие города, так скажем, в погоне за деньгами. Бывает, что их просто обманывают, говорят, поехали, вы заработаете определенную сумму. Они, соответственно, уезжают, забывают, что они условно осужденные. Но потом все равно в какой-то момент они либо покупают билет, либо просто в состоянии алкогольного опьянения могут быть задержаны сотрудниками полиции. Отсюда выясняется, как бы задерживается, и направляется материал в суд на отмену или замену условного осуждения на лишение свободы. Наказываются, так как, конечно, эти деньги. Вы сказали, что Федора Аталгатова забывают о том, что условно осужден. Такое тоже может быть? Да, в практике у нас такое бывает. Человек просто забыл, что он... Они не то, что забыли, они забывают о мерах ответственности. За уклонение от бывания наказания. Сколько у вас работает инспекторов? Какова у них нагрузка и где их готовят? Вот время у нас заканчивается, но вот этот вопрос, да. Да, по штату у нас 11 сотрудников. Все мы аттестованные, все мы в погонах. Также в штате есть у нас квалифицированный психолог. Нагрузка на одного человека составляет 70-80 дел. Наши сотрудники проходят обучение в высших учебных заведениях в СИН России. Их у нас 5. Это в городе Самара, Воронеж, Псков, Владимир и Рязань. Да, нелегкая у нас работа сотрудников инспекции сопряжена с постоянными разъездами по населенным пунктам города Альметьевска. Потому что осужденные находятся не только в городе Альметьевска, а и в Альметьевском районе. Это связанные по обязанностям по определению мест трудоустройства осужденных, их контролю. Сотрудники работают по снижению уровня рецидивной преступности и сокращению повторной преступности. Главная задача сотрудников уголовно-исполнительной системы поставить на путь истинный человека, совершившегося преступление, которому приговором суда назначен условный срок, а также изолировать общество от злостных нарушителей. Спасибо вам, Зульфира Толгардовна, за встречу. Спасибо, что пришли. Успехов в работе. Спасибо. До свидания. Это была программа «Городская среда». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин